Ассаламу алейкум всем. Всем привет дорогие друзья. Я обещал снять ролик насчет инжектора, насчет форсунок, аппарата. Ну сейчас вкратце постараюсь объяснить то, что обещали мы сделать и не делать. Вот смотрите, вот эти четыре форсунки, да? Мы сняли их с Hyundai Sonata 2007 года, по-моему. А почему сняли именно их? Я подключал к лаунчу, к аппарату и аппарат показал, что одна форсунка не работает. Третья по счету. Ну сейчас я их перемешал, не знаю какая будет, но на аппарате мы вычислим это. А еще, да, я в ютубе видел одного парня ролик, который тоже делал про этот аппарат обзор. Но там в комментариях писали, что типа это ерунда, их чистить не нужно, можно и не чистить. Поверьте мне, друзья, тот кто смотрит канал, наверное, я думаю, что немного доверия заработал. И все мы водим машины, занимаемся этим. И, как бы сказать, нужно их чистить, потому что нормальный срок их нормального использования 30 тысяч километров. После 30 тысяч, потому что бензин не очень чисто попадает, смотря где. Вот у нас, допустим, так себе пойдет бензин, но есть и хуже бензины, и уже они засоряются еще быстрее. Именно вся эта система здесь проходит, и смотрите, вот не знаю, на фокусе будет, видно нет, вот там 4 дырочки есть, да, я еще их протер, но они в основном, когда вынимаешь с машины, очень черное все и забито, даже эти дырочки не видны. И вот ты их чистить стараешься на аппарате. Аппарат сам такой вот, я же тут, иногда, когда вынимаешь, бензин льется, я поэтому пленку сделал. Вот так вот пленкой налил, ой, налил, говорю, накрыл, чтобы это самое, не портился аппарат. Вот, в первую очередь, друзья, вставляешь сюда, если там клиент пришел или там знакомый, кто хочет прочистить их, вставляешь и начинаешь делать тест. И тут покажет вам, какая не работает или какая неправильно работает. Но я для начала покажу вам вот такой вот, как бы сказать, такой ящичек, там вот раствор находится, вот смотрите, здесь две такие бутылки, банки, да, можно сказать. Вот это вот для теста, вот это вот для теста, как он заливается в аппарат, вот здесь видите дырочки есть, да, покажи поближе. Вот здесь воронку вставляешь, вот воронку вставляешь сюда вот, и отсюда наливаешь туда. Тут сбоку аппарата есть измеритель, по нему можно определить мало или много там раствора. А этот раствор для чистки, именно форсунок, заливается просто так вот вот сюда. Сейчас вам покажу, как это работает. Вот смотрите, здесь шнуры, да, вот такие вот. Эти шнуры передают тот же вольтаж, тот же ток, который в машине. Вот, подключаешь сюда, потому что если просто так, если просто так их туда кинуть, ток не будет бить в форсунке. И что будет происходить, просто так они будут там стоять. А когда вы подключаете, когда подключаете, ток бьет, он вот так вот, как бы, струей бьет, да, и форсунка начинает чиститься. Так, вот так вот. Ну здесь четыре, смотря какой движок, есть шесть форсунок, есть четыре. В данный момент у нас из четырех форсунок состоит. Вот сюда вот так вот ставите, там листа есть. Видно, да, оттуда не стоишь. Да, в данный момент съемку ведет мой друг, его Афган зовут, помогает сегодня мне. Снимаем вместе, тоже всем салантливым, всем привет. Да, друзья, я сейчас разговаривать не буду, потому что у него такой звук неприятный, и меня слышно не будет. Просто вы посмотрите, что происходит. Тут есть вибрация, начинает, когда включаешь, вибрировать, и когда ток посылает туда сигналы, форсунки начинают чиститься. Так, сейчас я включу. Так, я включу, чтобы меня слышно было. Когда подключаешь туда, вот здесь на тесте ставишь лекинг тест, вот видите, здесь написано, вот переключаешь, три минуты показывает. Потом включаете, и в течение трех минут бьет туда ток и чистит форсунки. Но в нормальных случаях, если три раза сделать этот вариант, хватает. Если форсунки не сильно забиты, допустим, до нуля дошло, потом опять на три ставите, и опять 9 минут получается. В течение 9 минут они должны прочиститься. Так, ну чистить мы пока не будем, потому что делаем ролик. Затем вынимаете отсюда, вот, с этого раствора. Так, это первая, это вторая, это третья, и четвертая. Да, еще здесь дырочки, вот, которые побольше, тут, потому что вот для Prada, Toyota, допустим, вот здесь мы пользуемся вот этими дырочками, а которые пошире тоже для, там, Hyundai, Mitsubishi, у тех они подлиннее и поуже, из-за этого разница есть. Так, затем, что мы делаем, подключаем уже к тесту, будем тестировать. Так, подключаем к тесту, вот здесь вот так вот вставляются они. Да, еще, вот смотрите, вместе с аппаратом продаются, у нее разъем здесь поуже, а вот который на них, вот на аппарате уже присоединен, они пошире, видите, вот сюда вот они не подойдут, потому что форсунки разные, из-за этого есть, есть уже форсунки. Так, подключаем, так, после того, как подключили, вставляем к аппарату, таким вот образом. Вот так вот, а где вторая? Так, вторая, подключаем все, ну ладно, вторая где-то лежит, наверное, да? Вот, потом подключаете, в общем, опять же, так же, к току, первая, вторая, третья форсунка, и четвертая, здесь вот смотрите, здесь на шнуре есть показатель, стрелка, чтобы правильно подсоеднять, если вот так будет, работать не будет. И вот четвертая. Так, затем, что мы делаем? Делаем тест. Так, это первый тест будет. Обратите внимание, если все правильно работает, должно быть, допустим, все одинаково должны бить бензином. Так, старт, поехали. Низ покажи. Вот в данный момент мы видим, что три форсунки работают, и, по-моему, одинаково работают. Сейчас еще раз включаю. А вот, вот эта вот форсунка, видите, капельками капает, она забита, нужно будет ее чистить. Так, смотрите, так, значит, это был первый тест, да? Мы уже, то, что показал лаунч-аппарат, в диагностике, что не работает третья форсунка, действительно, это уже доказано, эта форсунка не работает. Что делается? Мы ее вынимаем, ножем в раствор и будем чистить. Потому что, именно, вот, как бы сказать, такая неисправность очень влияет на двигатель. Он будет плохо заводиться, будет плохо, ну, трястись при работе и прочие дела. Вот здесь в Тесле есть холостой оборот, нормальный оборот, форсаж есть. Вот форсаж, допустим, выбираешь здесь при форсаже, как работает. И главные действия все происходят на дижитале, можете контролировать, здесь показывают минуту-секунду. Это быстрый оборот, данный момент. Вот, именно вот эта вот слева вторая, она не работает. Вернее, работает, но у нас забито. И кто говорил, что это неправда, друзья, поверьте мне на слово, это правда и правильное. Их чистить нужно. Если даже она не восстановится, нужно будет заменять. Менять, уже покупать новую. Но в основном аппарат открывает, прочищает и восстанавливает. Но если вдруг не восстанавливается, уже сгорело, там, не знаю, уже нельзя использовать, не получилось ничего, нужно будет менять, покупать новую форсунку. Так, сейчас мы спустим. И что здесь еще есть? Есть нормальный ход. Вот здесь выбираешь, ставишь. Он в течение 10 минут начинает бить. Если давления заметно, что мало, вот здесь можете поднимать давление. Поднимается давление. И прочищает, тоже прочищает. Но это тоже чистки помогает. Но в данный момент это тест. Делаем тестирование. Думаю, что ролик будет полезным, потому что, друзья, форсунки после 30 тысяч километров должны прочищаться, промываться. Это очень влияет на работу двигателя. Кто с этим не согласен, думаю, что эти люди не правы. Потому что это все проверено. Я на своей машине тоже проверял. После чистки машина стала легче идти, легче решать. Мотор начал. И, как сказать, чувствуется, чувствуется. Просто прочистки все это чувствуется. Вот, думаю, было понятно с этим аппаратом. Пишите комментарии, кому же что-нибудь понятно. Здесь, в церкви, там ребята работают. Иногда бывают здесь такие звуки, но это нормально, нормально. В общем, ассалам алейкум всем. Всем привет передаю. Думаю, что что-то полезное опять мы показали. Будут вопросы, задавайте. С вами Госултан.